Какие соревнования объединили спортсменов в Триумфе на минувших выходных? Какие обследования прошли студенты в День здоровья? Об этом и многом другом смотрите в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. С 4 по 5 апреля в детско-юношеской спортивной школе Триумф прошли зональные соревнования по баскетболу среди женских команд. Состязания состоялись в рамках спартакиады трудящихся края. На открытии соревнований участниц поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Вы знаете, что в этот знаменательный год, а год 70-летия у нас победы в Великой Отечественной войне, все соревнования проходят под эгидой. Сегодня я знаю, вы будете сражаться на этих площадках, будете сражаться, я думаю, очень серьезно. В соревнованиях приняли участие 11 команд со всей Кубани, всего 44 спортсменки. По итогам игры победа у Крымского района. Славянцы на втором месте. Бронза у команды из Северского района. Продолжается шествие знамени Победы по городам и районам края. На этот раз пожарные в Славянском Кубани передали стяг Тимашевским огнеборцам. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники отряда, ветераны пожарной охраны, учащиеся школ, а также творческие коллективы. Стяг, задействованный в акции, представляет собой специально изготовленную музейную копию. Знамя Победы принимали в 10-м, 6-м, 4-м, 2-м, 8-м, 11-м ОФПС. Сегодня оно прибыло в наше подразделение. Принимая Знамя Победы в каждом подразделении, мы соприкасаемся с историей военных лет и преклоняем голову перед подвигом солдат нашей страны. Торжественное мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов. Знамя Победы отправилось в Тимашевск. Единовременные выплаты к 70-летию Победы получат почти 80 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на Кубани. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По 7 тысяч рублей будет выплачено инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, вдовом военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, войне с Финляндией и Японией, вдовом умерших инвалидов и участников войны, партизанам, действовавшим на временно оккупированных территориях СССР, лицам, работавшим на военных объектах, гражданам, награжденным медалью за оборону Ленинграда, знаком жителю блокадного Ленинграда. По 3 тысячи рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюремы гетто, граждане, проработавшие в Тулу не менее 6 месяцев, и те, кто был награжден орденами или медалями СССР за самодверженный труд в период Великой Отечественной войны. Выплаты будут производиться территориальными управлениями пенсионного фонда в городах-районах края в апреле-мая этого года. Письма с войны. Под таким названием в городском Доме культуры состоялась кинохореографическая композиция, посвященная 70-летию Великой Победы. Ее организаторы – специалисты управления образованием. Патриотическую композицию посвятили всем тем, кому пришлось выживать в страшные годы Великой Отечественной войны, а также памяти павших в боях за Родину. 7 апреля во всем мире отметили День здоровья. В спортивном комплексе «Буревестник» в этот день прошел городской праздник, открыли который главный врач Славянской ЦРБ Юрий Просоленко и начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Студенты Славянского сельхозтехникума приняли активное участие в мероприятии и получили заряд бодрости на целый день. Спортивный праздник состоял из трех этапов. На первом студенты смотрели выступления спортсменов в скейт-парке. На втором участвовали в зарядке с чемпионом по плаванию Ларисой Микшун. На третьем этапе молодые люди преодолевали пять станций по диагностике здоровья, изучая возможности своего организма. 8 апреля в городском Доме культуры прошел районный этап смотра конкурса среди учреждений культуры Славянского района на лучшую тематическую программу по пропаганде здорового образа жизни «Гордость нации, здоровые мы». Конкурс, организованный управлением культуры, уже прошел в сельских поселениях района. На сцене ДК в этот день состоялся большой концерт с выступлениями лучших творческих коллективов района. Все участники показали высокий уровень подготовки номеров и настоящее мастерство. Субтитры создавал DimaTorzok